Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжаем разбирать архитектуру, ее основные компоненты, из чего она сложена. И сегодня мы разбираем средства выразительности именно в архитектуре, в виде искусства архитектуры. Итак, какие средства выразительности здесь есть? Это ритм, симметрия, пропорции, нюансы, контрасты, светотень, цветовая моделировка. В основе восприятия любой архитектурной композиции всегда лежит скрытое движение, главным признаком которого является ритм. Ритм, чтобы вы понимали, это закономерное повторение или чередование однородных элементов или форм, которое обеспечивает целостное и гармоничное восприятие архитектурного произведения. Также одним из важнейших элементов азбуки архитектуры является симметрия, то есть одинаковое расположение равных частей по отношению к оси здания. Благодаря симметрии архитектурная композиция приобретает строгую упорядоченность, уравновешенность форм и объемов. Однако не всегда симметрия определяет красоту здания. Бывает, что особый колорит и неповторимый облик придают зданию именно асимметрия. Смотрите, пожалуйста, здесь действительно нет равных каких-то частей, но при этом создается какой-то неповторимый образ, который мы запомним, который будет нас восхищать. Гармонию форм и линий в архитектуре способны создать пропорции. Пропорции – это определенные закономерности соотношения отдельных частей сооружения, которые связывают их в единое целое. Витрувий отмечал, что композиция храмов основана на пропорции. Никакой храм без соразмерности и пропорции не может иметь правильной композиции, если в нем не будет точно такого же членения, как у хорошо сложенного человека. Поэтому пропорции человеческого тела еще в древности были перенесены в архитектуру. Еще в древности, в Древней Греции были созданы дорические и ионические колонны. Посмотрите, пожалуйста, колонна «Дорический ордер» соответствовала пропорциям и красоте мужского тела, а колонне «Ионический ордер» была придана утонченность женского тела. А вот Леонардо да Винчи увидел в универсальном законе красоты принцип золотого сечения, который впервые был обоснован древнегреческим математиком Евклидом. При золотом сечении отрезка на две части отношение его большей части ко всей длине отрезка равно отношению меньшей его части к большей. То есть еще раз, при золотом сечении отрезка, если мы делим его на две части, то отношение его большей части ко всей длине равно отношению меньшей части к большей. Ну что ж, Давайте дальше разбирать средства выразительности в архитектуре. Одно из средств – это нюанс. Он, как один из элементов архитектуры, сближает не схожие элементы формы, сглаживает различия между ними, делает незаметными постепенные переходы от одних форм к другим. А вот контраст, в отличие от нюанса, представляет собой соотношение резко противоположных признаков – высокое и низкое, горизонтальное и вертикальное. То есть контраст позволяет избежать монотонности и привлекает внимание к определенным формам здания. Вообще контраст в нашей современной жизни, он действительно, как вот контраст и нюанс, они помогают и в привлечении внимания к фотографии, например, картинам. То есть что-то монотонное человеческий глаз не улавливает, ему нужно разбираться, тяжело, как-то скучно. А вот когда есть какие-то элементы формы, которые отличаются друг от друга, или не схожие элементы как-то в одно соединены, то сразу глаз на это цепляется. Это очень интересно – наблюдать, рассматривать, изучать. Также важнейшим средством художественной выразительности является светотеневая и цветовая моделировка, особенно усиливающая эмоциональное восприятие произведения. Вот вы понимаете, очень важно то, как в здании расположен свет, потому что свет является немаловажной частью восприятия целостности художественного произведения. Очень, кстати, часто художники относятся ревностно к тому, как висит картина их, ими написанное, да, в помещении. Им очень часто не хватает света для написания картины или для ее размещения на выставке, например. Также в создании архитектурного образа большую часть играет масштаб, соотнесенность с размерами человека и его восприятием. Храм Омона в Карнаке включает в себя 114 массивных колонн, поддерживающих каменные плиты потолка. Высота 12 центральных колонн достигает высоты 21 метр, что соответствует высоте семиэтажного дома. Вот, пожалуйста, одно из средств выразительности в архитектуре – это масштаб. Сложно представить, где еще, в каком виде архитектуры мы смогли бы воспользоваться этим средством. Ну и, конечно, в завершении урока стоит упомянуть архитектурные ансамбли. Мы их уже упоминали в азбуке архитектуры в предыдущем уроке, но вот здесь очень важно тоже их отметить, потому что архитектура сама по себе, она тяготеет к ансамблю, то есть к соединению нескольких зданий или сооружений в целостную композицию с общим художественным замыслом. Этот замысел учитывает уже существующее архитектурное и природное окружение. Такой ансамбль можно рассматривать, как высшую форму проявления художественного творчества в архитектуре. То есть, посмотрите, это то, что существует вместе, друг без друга, это сложно представить. И вообще вы представляете, как много сил и времени уделено тому, чтобы создать такие дворцово-парковые ансамбли, чтобы это все выглядело единообразно, очень красиво. Ну вот сколько ни говори, порядок, он, конечно, очень важен. Порядок он структурирует мышление. И как-то все равно видишь, что это, знаете, как команды физкультурные, какие-нибудь там баскетбольные команды, футбольные команды, когда команда в одну форму одета. Сразу видишь принадлежность к чем-то общему. Ну что, немножко я предусхитила последний слайд, который к себе ненесет. Исключительно благодарность за то, что вы послушали меня, за то, что вы сегодня были со мной на уроке. Надеюсь, цикл таких коротеньких уроков немножко поможет вам как-то структурировать знания, может быть, внимательнее относиться к тому, что вы видите вокруг. Ведь вот так идешь, здание смотришь, и даже не обращаешь внимания, ну здание, здание, дом и дом какой-то. А когда начинаешь узнавать уже внимательнее его историю, уже со следующего урока мы начнем с вами конкретные здания изучать, будем смотреть, к какому они стилю относятся, к какой эпохе они относятся. Думаю, что уже будет более интересно. Спасибо всем за внимание. Хорошего вам дня!